Неожиданная новость. Алексей Янин жив. Расскажу, как развивались события. Утром 2 сентября пресс-служба театра РАМТ сообщила о смерти Алексея Янина, который 8 лет назад пережил инсульт. Позднее днём Дарья Янина опубликовала в социальных сетях прощальный пост, где рассказала о смерти Алексея Янина. Но ближе к 9 часам актриса и певица неожиданно вышла с новым сообщением. Цитирую. Друзья, это просто крик души. Сегодня с нашей семьёй произошла чудовищная жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ, скорой помощи имени Склифосовского, оказалась ошибкой. Лёша действительно находится в крайне тяжёлом состоянии. Но он жив. Дарья Янина первой рассказала журналистам о том, что же случилось. По её словам сейчас вся семья в шоке и пытается понять, что делать дальше. Оказалось, что рано утром ей позвонили и сообщили ужасную новость. После этого она стала готовиться к похоронам, параллельно набирая в клинику. Но там ответа не было. В итоге только вечером удалось связаться с главврачом и прояснить ситуацию. Что известно сейчас? Алексей Янин был доставлен в клинику поздним вечером 1 сентября, так как ему стало плохо. Медики сразу же положили его в палату интенсивной терапии, где принялись заниматься его здоровьем. Конечно, никто не берётся давать никаких прогнозов и не может сказать, какое состояние Алексея будет завтра. Актёр мужественно борется за жизнь уже 8 лет. Как сейчас живёт актёр? Серьёзный недуг сломал жизнь мужчины. Из-за острого нарушения мозгового кровообращения и его последствий Янин перестал ходить, самостоятельно есть и говорить. Более того, звезда кино отдалился от единственного сына Андрея, рождённого в браке с участницей фабрики звёзд Дарьей Клюшниковой. Супруга часто привозила сына к заменитому папе, но с каждым годом мужчине было всё труднее узнавать мальчики собственного наследника. По словам мамы 40-летнего Алексея, Янин запомнил ребёнка маленьким, каким он был до инсульта, а сейчас Андрею уже 11 лет. Вот что говорит мама Алексея, Ольга Андреевна. Андрюше тяжело без папы, не хватает его, но и с папой тяжело. Мама показывает архивные видео, где папа себя нормально чувствует, а сейчас ребёнок видит беспомощного родителя. Тяжело им общаться. Алёша запомнил на Андрюша маленьким и теперь его никак не воспринимает. Конец цитаты. Родные и близкие делали всё, чтобы актёр ни в чём не нуждался, и оплачивали дорогостоящие процедуры реабилитации. Часть расходов брала на себя Дарья, какие-то средства поступали от благотворительных фондов. Стоит отметить, что и друзья не забывали звезду российских сериалов. Часто навещали, составляли артисту компанию. Жене Алексея Янина приходилось непросто. Несчастье пришло в их дом, когда сын был совсем маленький. Певицы уверяют, стоило только папе столкнуться с ужасным недугом, как Андрей тоже стал болеть. Врачи по ошибке едва не поставили крест и на мальчике. Вот как о том периоде рассказывает сама Дарья Клюшникова. Ребёнок шатался, мы думали, привлекает к себе внимание, поэтому падает. Ему пять лет было, а он не валяшка. Кто-то из моих друзей сказал, мол, что-то не так. Я не хотела этого признавать, но попросила родителей приехать, так как одна уже не вывозила. Через день сын на глазах начал терять координацию и ходил, держась за ручку. Мы поехали в платную клинику обследоваться. Сделали МРТ головного мозга. Потом попали к врачу, которому просто нельзя работать в детских отделениях. Он сказал, что всё очень плохо, либо генетика, либо онкология. Дарья признаётся, в тот момент она хотела свести счёты с жизнью, однако ей удалось пережить трудный период. После длительных обследований стало ясно, мальчик здоров, а проблемы с координацией всего лишь психосоматика. Как у Алексея Янина произошёл инсульт. Счастливая семейная жизнь рухнула в одночасье, когда в 2015 году Алексей Янин перенёс инсульт. Даша говорила, что до сих пор нет конкретного мнения, почему это случилось. Вероятно, речь шла о некой предрасположенности сосудов. Вот что рассказывает сама Дарья. В какой-то момент он себя просто упустил, не поддерживал лекарствами. В последний свой активный период жизни он постоянно снимался в Одессе. Мог летать туда по 25 раз в месяц. Он так хотел всё свободное время быть с нами, что прилетал на полдня, на день, на сутки и улетал обратно. И это, естественно, не могло пройти бесследно. Потому что это очень вредно. Был один Крис. Он должен был вылететь, а ему так плохо, что просто не может встать с постели. Лёша почему-то думал, что это менингит. А я как раз уезжала на учёбу и умоляла его никуда не улетать. Лучше штраф заплатить за срыв съёмок, но остаться дома. Ну, мужчину, попробуй усади дома. Он вызвал себе скорую, они его посмотрели и пишут. Мне всё нормально, не менингит, я улетел. Он не уберёг себя. Жуткое переутомление, постоянные перелёты. И в какой-то момент что-то просто надломилось. Конец цитаты. В 2020 году в жену актёра блогеры обвинили в том, что она бросила парализованного мужа. В соцсетях Янина мелькала лишь мама, а Даша с ребёнком, мол, перебралась в отдельную квартиру и лишь посещала супруга, будучи увлечённой работой. В рамках телешоуза артистку вступилась сама свекровь. Вокалистка никогда не отказывала семье в помощи. А карьерой занималась как раз для того, чтобы оплачивать лекарства и сидела к инвалиду первой группы. На этом у меня всё. Подписывайтесь на канал «Здесь мы вспоминаем звёзд советского экрана», а также рассказываем новости из жизни актёров.